Кыргызстан и Китай сотрудничают на протяжении всей независимости республики. В этом году исполняется ровно 27 лет, как два государства являются тесными партнёрами не только в экономической и торгово-промышленной сфере, но и в культурно-гуманитарной области. Историки и учёные проводят комплексную работу по изучению архивных документов, касающихся кыргызского народа. Китайские историки около полугода занимаются изучением истории кыргызов. Сейчас сведения представлены в книгах только на китайском и английских языках. Но мы будем продолжать работать над изучением архивных документов, хранимых в архивах, музеях, библиотеках Китая. Впереди у нас много планов. В ближайшее время планируем выпустить книги и на кыргызском языке. Идея по проведению исследований истории Кыргызстана была поддержана в прошлом году руководством Китая во время государственного визита президента Сорумбай Джейнбекова в Китайскую Народную Республику, в ходе которого он посетил ряд достопримечательностей, в том числе и оперы «Манас», где предложил артистам приехать с гастролями в Кыргызстан. Гости из Китая не заставили долго ждать наших зрителей. Так вчера состоялась первая постановка оперы «Манас» на китайском языке с участием более ста артистов. Постановка представлена по версии эпоса в исполнении монастей Джюсупа Мамая. Костюмы творческой группы, привезённой собой, привлекли внимание сидевших в зале депутатов, представителей кыргызской интеллигенции и журналистов. Благодаря этому представлению мы показали всем, что эпос «Манас» – знаменитый образец культуры кыргызского народа. Государство не перестаёт оказывать помощь в организации таких масштабных мероприятий, и Министерство культуры смогло на должном уровне показать оперу. Тем временем в Бишкеке прошла церемония открытия памятника в честь великого монастей Джюсупа Мамая, установленного возле национальной филармонии. В нём приняли участие должностные лица, монасты и жители города. Напомню, что сегодня в столицу прибыл с государственным визитом председатель Китая Си Цзиньпинь.